Добрый день, дорогие друзья! Мы читаем новости, смотрим на мир через призму традиционных ценностей под углом социальных справедливости. Сегодня у нас в гостях актриса Ольга Александровна Будина. И мы с ней обсудим животрепещущую тему, и для нас, можно сказать, жизненно важную. Это указ президента Российской Федерации об утверждении основ политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-народных ценностей. Кто-то уже, наверное, смотрел интервью с Анной Борисовны Шафран на эту тему, и я думаю, что это будет не последнее интервью с Ольгой Александровной. Мы еще продолжим эту тему и всячески вас просим также распространять, потому что сейчас очень крайне важно поддержать вот этот революционный, этот жизненно важный, еще раз подчеркнул проект, потому что это наш шанс на жизнь вообще. Не на какую это жизнь, а на вообще жизнь. Ну, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, вот, наконец-то я дошла до Иван-чая, чему я очень ужасно вообще рада, потому что я, конечно же, очень давно слежу за этим каналом, за тем, что вы делаете. Многоуважаемая Елена Юрьевна, я как бы, как не принято говорить, там, поклонница, да, но тем не менее... Помога. Я испытываю чувство грандиозной, безграничной симпатии, и поэтому, в общем, рада, что мы, наконец-то, сошлись в публичном пространстве. Так, мы уже, в общем-то, давно знакомы, да, но вот, наконец-то, вышли вместе на канале. Так, ну что, я тогда как бы продолжаю вот дать тему нашу заданную, собственно, да, обсуждение указано. Могу сразу сказать, что я настроена очень позитивно, потому что вообще, когда он только возник, я так смотрю, что-то такое появилось, что-что-что так, кто это, что это, как это может быть? Потом смотрю, как народ начинает реагировать. И вот у себя в Телеграме, да, я вообще не веду никаких соцсетей, ну вот кроме Телеграма пока, я так поставила. Канал внизу, да, Дима, на улице. Значит, поставила и думаю, как вообще народ начнет реагировать. И я понимаю, что это та инициатива, которая не просто горячо подхвачена нашим народу, населением, родительским сообществом, общественниками, то есть людьми, которые ногами ходят по земле. А вот на сегодняшний день я могу сказать, что абсолютно уверена в том, что вот слил этот проект закона Министерства культуры, Минкульт, слил или не слил, или кто-то, так сказать, еще выступит против него. Это вообще не имеет никакого значения, потому что любое действие рождает противодействие. И я вижу, что наоборот, вот такая как бы спираль закручивается. И если раньше про этот проект знало там, условно говоря, сто тысяч человек, потом, значит, первая партия наших театральных деятелей высказалась против. Народ говорит, как это, скандал какой-то, да? А что случилось? Значит, стали считать. Потом уже там 200, там 300 тысяч человек про него узнало. Потом открытое письмо, значит, вот сейчас появилось. Уже, мне кажется, миллионы узнали об этом. И вот эта вот такая воронка, вот она закручивается. И я думаю, что пока проект этого устава, текст этого устава не дойдет до каждого родителя, до каждого человека, который хочет жить в России, который хочет учить своих детей в России, который, понимаешь, он будет лечиться в России, который понимает, что он никуда не уедет из России. И он внуков хочет здесь также рожать, воспитывать, лечить, строить жилье и так далее. То есть они не мыслят себя без жизни на этой земле. Вот эти люди будут за этот указ президента, за традиционные ценности. Потому что, ну, они, они, как сказать, мне кажется, нормальному человеку даже странно, что их нужно отстаивать. Они, как бы, очень естественны. Ну, как воздух. И, да, и вот то, что сейчас возникла ситуация, при которой мы должны говорить, что белое – это белое, а черное – это черное. И что, ну, не знаю, что полезно для продолжения рода человеческого, а что не полезно, если мы вынуждены это доказывать как-то, значит, всевозможными аргументами и подключать к этому очень, так сказать, много людей, всевозможные сообщества. Если до того мы дозрели, значит, я считаю, что, конечно же, это настоящая культурная революция, это революция смыслов, это революция культурных кодов, наконец-то, это когнитивная революция, если можно так сказать. Это то, что необходимо нам сейчас сделать, и то, зачем к нам потом будут обращаться, в общем-то, страны Запада, потому что у них там никакой жизни нет. Другой вопрос возникает у меня, к примеру, это, конечно же, в отношении моих коллег. Я не ожидала, что это будет настолько, как бы, настолько яврый такой протест. То есть, если бы это было какое-то бурчание, там, ну, как-то, ну, не хотел, там, еще что-то такое, то есть, какая-то возня была бы, это одна тема. Ну, когда это идет, вот, такое чувство, что это как-то умело с кем-то как-то сманипулировано, что это все не случайно. И вот, не знаю, у меня опять какое-то такое ощущение, что это специально сделано, чтобы, зачем щука возит, чтобы карась не дремал, чтобы всех нас разбудить. Потому что я не могу никак поверить в то, что очень умные, широко образованные мои коллеги, народные артисты, руководители театров, то есть люди, которые задают культурные коды, культурные тренды сегодня, которые диктуют культурную политику сегодня, они ее определяют, да, они ее создают, ну, если мы говорим, допустим, о Бондарчуке, который руководит Ленфильмом, да, и они выступают против. Я все-таки думаю, что это, вот, как сказать, кокетство. Мне хочется думать, что это некое кокетство для того, чтобы мы сказали, да нет, мы точно хотим, мы не передумаем, мы вот уверены, что нам это нужно. Вот я так настроена на это. Понятно. Ну, некоторые, есть, например, люди, которые поддерживают традиционные ценности, но с большим недоверием относятся к тому, что этот документ возник в анналах Министерства культуры, который, как нам известно, да, там у нас Министерство культуры в маечке ходит такой, я вас не знаю, идите вы. Ну, и вообще понятно, да, что Министерство культуры у нас, как в том анекдоте, больше похоже на прачечную, поскольку поддерживает все эти театры финансово, а театры ставят, ну, мы знаем с вами, Мерихуми и Эрхольда, да. Ну, да, мы посмотрели, да, тот тот же самый фестиваль нового европейского театра, да, в центре Мерихуми. Ну, это все подписанты, Калягин, вот, кто подписывал письмо Калягина, они все, собственно говоря, и занимаются, как сказал Аристархов, продажей эпатажа. Им продавать больше нечего, почему? Ведь это были раньше талантливые люди, а может и остались с ними, они могли бы создавать действительно какие-то духовно возвышающие продукты своей деятельности. Нет, дешевле продать вот эту вот мерзость, да, мат бесконечный со сцены, испражнение, ведь сам Калягин играет роль какого-то старика, который испражняется на сцене, и вот люди скажут, а что ж теперь? Мне уже в комментариях пишут, ну, что теперь, больного человека не изобразить? Ну, мы с вами нормальные люди, да, мы понимаем, что изобразить, и вы, наверное, актриса, понимаете, что изобразить больного человека это не обязательно писать на сцене. Да, так же, как если я играю безумно, да, то это не значит, что я упаду в оркестровую яму, да, я же все-таки, как бы, я играю, да, но не являюсь же ею, да. Вот, знаете, я бы в таком случае хотела бы сейчас, ну, не переходя на личности, вот, рассказать немножко о том, что происходило в Америке, Западной Европе в 70-е годы 20-го века. То есть я имею в виду как раз вот эту культурную революцию, вот эту смену смыслов, когда подавлялось человеческое в человеке, когда специальные институты работали на создание технологий для подавления человеческого в человеке, для понижения психологического порога чувствительности. К восприятию ужасов, кошмаров, насилия. То есть вот это то, что мы называем технологиями расчеловечивания и то, что сейчас открыто называют окном дискурса Авертона. Я уже неоднократно говорила о том, что мы безусловно сейчас нуждаемся в технологиях очеловечивания, и они неминуемо у нас будут появляться, потому что это уже закон времени. Мы подошли уже к той черте, когда вот маятник, вот он дошел до своей финальной точки деструктива. Сейчас он будет идти обратно. И мы вынуждены будем создавать вот эти технологии, технологии от человеческого обратно. Так вот я вот пока хочу еще вот на этот пик деструктивизма пока еще вернуться. Дело в том, что деятели культуры, конечно же, отличаются особой такой внутренней организацией. Мы это с вами прекрасно понимаем. У них ярко выражено чувство эмпатии. Они очень, в принципе, очень чувствительны, очень интуитивны. К сожалению, очень внушаемы и, следовательно, управляемы. И вот именно этими чертами характера, чертами личности, чертами, скажем так, не знаю, там, ментального устройства так умело всегда пользуются манипуляторы. Деятели культуры сами не замечают того, что ими управляют. Ярчайший тому пример – это возникший импрессионизм. И сами художники, они не поняли, что ими управляют. Ведь расчеловечивание, то есть размытие нравственных, высоконравственных тем, развитие высоких смыслов происходит во всех сферах. В музыкальной, художественной, в архитектуре, естественно, литература, театр, драматургия и так далее, киноиндустрия. Это, разумеется, само собой. И здесь, конечно же, нужно тоже сказать, что киноиндустрия, так же, как и все средства массовой информации, так же, как и интернет, это никоим образом вообще не придумано было изначально для того, чтобы нас развлекать или сеять разумное, доброе и вечное. Это изначально было создано как самый быстрый, самый такой брутальный, самый четкий, конкретный институт управления, институт манипулирования сознанием общества. И в этом смысле мы можем, допустим, такой параллель провести с советским телевидением, которое также объявляли в пропаганде, в агитках. Прекрасно, слушайте. Они агитировали крепкую, закрепкую семью, да, там, значит, побеждать врагов, заниматься гимнастикой, мыть руки перед едой и так далее. И, конечно, чем непонимание все боятся какой-то советской бывшей цензуры? А чем она была? Потому что она потрясающе была, да, ведь так как наши предки были, так сказать, заняты строительством, действительно, страну нужно было поднимать и вообще много там чего делать, родителям некогда было заниматься воспитанием детей. Мы сейчас не говорим о том, что это хорошо или плохо, да, у нас есть данность. Вот в то время, где за достаточно короткий промежуток времени была обучена вся страна без интернета, без телефона, без телевизора, всем было дадено образование, причем прекраснейшее. Всех научили быть вежливыми, корректными, одеваться красиво по мере возможностей и так далее, и так далее. И вот эту воспитательную функцию на себя взяли, так сказать, вот эти детские все учреждения. И в советском понимании образование плюс воспитание, то есть образование не подразумевалось без воспитания. Если мы говорим про тот же самый «Союз мультфильм», у нас каждый мультик никогда не был только развлекательным. Ни одного мультика нет развлекательного. Они все образовательные, они все воспитательные. В каждом мультике нам рассказывают, что нужно, не знаю, здороваться, улыбаться, быть в хорошем состоянии и так далее, и так далее. То есть дети, смотря мультики, которые как бы их развлекают, в действительности понимали алгоритмы существования в социуме. Да, конечно. Даже математические задачи и задачи по-русскому языку тем более всегда содержали воспитательную систему. Да, в условиях задачах математических, конечно. Те примеры, которые были вот в школьных предметах, они всегда были основаны на каких-то очень простых бытовых вещах. И всегда как бы в центре, на таком фундаменте было стихотворение Маяковского «Что такое хорошо, а что такое плохо? Крошка и сын к отцу пришел». Такое базовое стихотворение, которое давно уже никто у нас не учит, потому что понятия добра и зла, правды и лжи перевернулись. Размываются. Да, и вот наше поколение, поколение сорокалетних нынешних, это в общем-то последнее поколение, которое застало вот этот хвостик. Но я сейчас не говорю про пятидесятилетних, это само собой, да, но тридцатилетние уже не застали, вот только поколение сорокалетних. Оно застало еще хотя бы вот этот хвостик Советского Союза, когда еще можно было по телевизору видеть что-то хорошее. Да, постепенно это все вымывалось. На сегодняшний день «Союз мультфильма», мы знаем, принадлежит Грефу. Киностудия Горького сейчас уже практически тоже принадлежит Грефу. Фирму «Мелодию» тоже, значит, продали в какой-то, значит, частные руки. Ленфильм отдали товарищу Бондарчуку, о чем на 11-м съезде... Один из подписантов. Из подписантов, да. Так, значит, я просто к тому, что за 30 лет возникла вот эта другая система смыслов, но дело в том, что ее время ушло, просто ушло. И мне кажется, я думаю, я вижу, что большинство моих коллег еще двигаются по инерции. То есть они думают, что если с помощью новейших технологий снять высоко художественно, крупным планом половой акт, желательно покрупнее, то это будет новое слово в искусстве, потому что, а что в этом такого? Это человеческое, значит, это небезобразно и так далее, и так далее. То есть это подмена тех смыслов, которые происходили на протяжении вот этих десятилетий. Промытые мозги, и они по инерции действуют еще вот в этой парадигме. А она сейчас меняется. Я думаю, что под воздействием общественности, под воздействием людей, которые еще не утратили здравый смысл, которые не поддались на уловки рынка, рыночной системы, которые не общаются с культурой, которая лежит в сточной канаве, вот эти люди сегодня могут, естественно, они и говорят свои слова, и могут отрезвить тех людей, сознание которых пока замутнено. Вот как будто морок напал на моих коллег. Мне кажется, что это какое-то такое сравнение допустимое. Морок. Ведь мы учились, да, по сути, в одних и тех же вузах. Почему-то, значит, у кого-то остались нравственные идеалы, а у кого-то не остались. Наверное, руководителям театра говорят, что зритель изменился, и для того, чтобы в твой театр ходили, значит, ты должен это показывать. Ну, мы понимаем, что это одна из технологий манипуляции, в данном случае руководителями театра. Вот. И также мы понимаем, что всё это, к большому сожалению, от недостатка политического образования. То есть, как только наши деятели культуры говорят, что политика – это дело грязное, политика – это то, выше чего нужно быть, дело сделано. Всё. С этого момента политикой занимаются те, кому это нормальненько, а наши начинают действовать им в угоду. И таким образом, кто оказывается сверху? Кто по чью дудку пляжи? А почему мы, налогоплательщики, должны быть, так сказать, пожирателями этой продукции, которую нельзя есть? Это отрава. Поэтому я и говорю, что сегодня родительское сообщество, общественность, то есть те люди, на налоги которых создаются художественные произведения, будь то кино, будь то спектакли, будь то художественные галереи, будь то концертные залы, вот эти налогоплательщики, которые имеют детей, собираются жить в нашей стране, они поднимутся и скажут, что мы хотим иметь внуков, а для того, чтобы они у нас были, верните, пожалуйста, нам всё обратно. Мы не хотим вашей отравы, мы хотим дышать озоном, да, и есть экологически чистую еду и так далее. Ну, то есть доверять Минкульту и доверять, это дело второе, мы должны сами попытаться поддержать этот указ, да, неизвестно о том. Конечно, просто в данном случае мы же как бы не, вот я тоже неоднократно говорила о том, что какая у нас задача искусства, скажем так, в последнее время, вот что декларируется, да, задача искусства потрясать. Ну, как бы. А задача искусства не потрясать. То есть изначально, если мы говорим про искусство, оно, конечно же, призвано преображать общество, а не потрясать общество. Это закон, это рынок должен потрясать, а искусство и культура должны преображать. Почему я и говорю, что когда торгаши стоят у власти, когда торгаши диктуют художникам свои смыслы, то вот происходит то, что происходит. Вот. И в этом смысле получается, что Министерство культуры обслуживает интересы, скажем так, ну, назовем так, экономистов. Да. Свои они интересы обслуживают. Они берут бюджет и осваивают его так, как, так сказать, поменьше затрат, побольше дохода. Это же закон рынка как? Сократи расходы, увеличь доходы. Увеличится маржа. Вот, знаешь, это везде действует. Из каких-нибудь там чего-то и палок создается якобы произведение искусства, оно впаривается за баснословные деньги, потому что это создал гений. И, соответственно, вот этот маржа увеличится до бесконечности. Почему все любят так деньги в искусстве? Потому что они так размазаны, что это же не мешок цемента и кирпич, да, который понятно, сколько стоит. Нет. Это вот такое вот все эфемерное, ты дурак, ты не понимаешь. Значит, это вот не для тебя, не для средних умов. Это же гений. Ну, понятно, если вы не видите этого. То есть это же все то же самое. И здесь такая же история. То есть берется примитивный сюжет, берется низменные инстинкты, их эксплуатируют, эпатаж его эксплуатируют, и все, и вуаля. Я, вы знаете, хотела бы сейчас зачитать маленький такой фрагмент из вот того поста, который я написала как раз вот в поддержку этого проекта указа. Значит, можно сказать во всеуслышание, что так незаметно вывешенный на сайте Минкульта проект указа к сегодняшнего дню явно приобрел статус Плацдарминова. С его помощью можно, к примеру, потребовать вычистить из школьных учебников историческую ложь, так умело вклеенный в массовое сознание коллективным ссоросом. Вполне можно трансформировать, не знаю, там, Муз-ТВ в канал для зрителей с уровнем сознания куда выше пояса. Можно раз и навсегда потребовать никогда не устраивать в центре Мирхольда порно-перформанса за государственный счет. Вот, казалось бы, все складывается великолепно, последовательно. За первым шагом следует второй. Ну, тут имеется в виду, что вначале была новая стратегия на традиционной безопасности, а второй февраль 21-го года, да, сейчас вот, значит, проект указа. Можно обсуждать, можно предлагать свои варианты трактовок и формулировок. И вдруг, как по волшебству, звучат хорошо скоординированные ярые протесты против указа многих уважаемых моих коллег, мнение которых я также, безусловно, уважаю, не меньше мнения уважаемого родительского сообщества. И как же быть? Начать нужно с того, что для меня указ не просто документ про театральную цензуру, о чем нам говорят, что это цензура, да, и чего так боятся руководители московских театров. Мы понимаем же, что это некие отговорки. Каждый, кто знает меня, разделяет мои взгляды, прекрасно свидомлен, я тоже против цензуры, если она государственная, но я однозначно за цензуру экспертную, где в качестве эксперта выступает прежде всего гражданское сообщество, мы с вами, которые хотим жить в ладу и согласии со своими детьми, психически здоровыми и иметь видимые положительные перспективы своего будущего. И я уверена, что мои коллеги, здравомыслящие и порядочные люди, конечно же, хотят того же, просто еще не поняли этого. Давайте тогда пропишем механизмы контроля и критерии оценки произведения искусства, которые создаются на наши же с вами деньги. Логично же, как говорится, кто платит, тот и должен оценивать. Или я не права? Ведь, насколько я понимаю, обязанность государства защищаться от разрушающих его явлений, так? Следовательно, этот проект указа, этот документ не столько про культуру, сколько про безопасность. И если я права, то им тогда должно заниматься ведомство по назначению совбез, научный совет. Правильно? А деятели культуры, не только театральной, войти в этот экспертный совет строго в связке с представителями родительского сообщества. Не секрет, что культуре уже давно пора прекратить потрясать и начать преображать гражданское общество. Это аксиома. И, разумеется, я, как и многие мои коллеги, имеющие детей, оценивающие внешнюю ситуацию как катастрофическую с точки зрения потери нравственных ценностей, а также осознающие последствия нашествия разнокалиберной деструкции, готова войти в этот экспертный совет, потрудиться над документом. Более того, я считаю, что этот указ достоин максимально широкого общественного обсуждения, который Минкульт ни разу не обеспечит. Увы и ах. Вот. И вот дальше я, знаете, спрашивала, а как вы считаете, вот вообще чиновники, которые создают указы, которые прописывают законы, они вот какими должны быть сами людьми? Вообще, это вот важно, вот те критерии их человечности непрофессиональный, непрофессиональный уровень, а именно вот какие они люди. Вот это важно или нет? Ну, дело в том, что чиновник это всё-таки функция, человек тире функция. У меня иногда, знаете, возникает подозрение, что у них чуть-чуть другой состав крови, чуть-чуть. В том-то и дело, что для того, чтобы ты и я были одной крови, да, наверное, всё-таки это важно, вот какие вот человеческие критерии, вот, да, вот у чиновника. Вот, на мой взгляд, это очень важно. То есть каким должен быть чиновник, определяющий правила чего, либо для жителей своей страны, определяющий нравственный императив, высший принцип, по которому нужно обществу действовать безоговорочно, да, то есть вот он сам живёт вот по этим нравственным законам или нет? У нас же сейчас столько разоблачений. Этот вор там, этот какой-нибудь там бандит, этот какой-нибудь насильник и так далее. Мы столько сейчас грязи видим кругом. А вдруг эта грязь относится к людям, которые были там на таких постах, да, от которых зависела жизнь других людей, да, которые не совершали этих преступлений. Так почему же тогда преступник судит меньшего, ну, скажем так, преступника? Ну вот, да, я имею в виду, что эти вещи крайне вот важны. И сегодня, по-моему, такой момент, когда мы очень задумываемся над многими вещами. И вот такой, знаете, мне кажется, косметический ремонт нашего здания не пройдёт. Вот сегодня… Конечно, оно и так пишется на одних обоих. Да, косметический ремонт сейчас никого уже как-то, он, ну, не устроит, он уже сейчас невозможен, потому что ты копнёшь, а оно как бы продавливается дальше. Поэтому вот сейчас 22-й год у нас на дворе, начало 22-го года. Я думаю, что это начало действительно неких каких-то колоссальных перемен. Не потому что мы вот очень хотим, да, там что-то такое делать, там или воевать, или бороться. Да я думаю, что ни один нормальный человек этого не хочет. Все хотят жить мирно, да, тихо подчинять примус. Ну, мы тоже, да, убираемся в своей квартире не потому, что мы там любим махать веником, условно говоря, да. Ну вот надо, ну вот надо это делать. Я думаю, что это вот из преображения нашего общества, это вот из этой же категории сегодня. Сегодня вот это как-то так. Ну, я думаю, что мы начнём действовать, да, скажем, создадим какой-то комитет поддержки и продвижения, пусть не этого конкретного указа, как уж выйдет, но мы уже поняли, что возможно, мы уже почувствовали запах свободы, поэтому нас уже не остановить, в наших ноздрях уже. А народ-то не остановился. Народ-то всё равно продолжает обсуждать. Вот я... Мы организуем какое-то большое обсуждение, вот, какую-то большую конференцию, так что все традиционные общественности прошу подготовиться, выучить слова. Морально-нравственно, да. Да, да. И какой-то комитет, может быть, создать по тому, чтобы вот теперь уже, ну, как плацдарм, вы назвали это, плацдарм, ну, можно ещё платформы. Да, да. Традиционная платформа. Опять, продолжать обсуждение, вносить в него, да, вот, предложения. То есть никто же не говорит о том, что вот он вот в том виде, в котором он есть и будет, да? Нет. Нет, это как бы не только рыба, которую, на основании которой, да, печка, от которой мы пляшем дальше, вот. И мы обсуждаем, что же нам вообще нужно для нашей счастливой, здоровой жизни. Дух и суть нам нравятся. Суть заключается в том, что основа государственной безопасности составляет безопасность нравственная и духовная преимущества. Это мы об этом говорим уже не знаю, на сколько лет. Вот, поэтому это, так сказать, ну, можно сказать, подарок такой, которым не воспользоваться, просто грех. Вот. Вот, и в любом случае эта идея будет подхвачена, и мы ее будем развивать и доносить до президента, потому что указ президента – это единственное, что мало критикуются. Как-то, как они, знаешь, на самом деле посмотрели. Ну, последние указы президента у нас еще слабо исполняются. Вот, почему я и говорю, что, наверное, это хорошо, что вот так долго этот проект то обсуждается, то не обсуждается, а потом, нет, все-таки будем, нет, то есть вот он постоянно на слуху и говорит, только набирает обороты. Все не случайно. Народ очень как-то должен проникнуться, вот, наверное.